Добрый вечер! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь-24. С вами Егор Матаев. И как всегда, начнем с главных тем. Губернатор Виктор Томенко встретился с участником специальной военной операции из немецкого района. Президент России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на прошедших выборах главы государства. В мероприятии приняли участие представители Алтайского края. Культурные итоги года подвели в Минкультуры региона. Наградили и лучших работников отрасли. Подробности в выпуске. Накануне президент России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на прошедших выборах главы государства. В мероприятии приняли участие и представители Алтайского края. Доверенные лица президента собрались в Андреевском зале Кремля. Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января в её начале и сейчас результаты известны. Все мы, ещё раз, должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам все вместе. Потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Напомню, в списке доверенных лиц президента на минувших выборах были начальник краевого госпиталя для ветеранов воин Ольга Зубова, руководитель Алтайского штаба российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова, актриса, солистка Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Ирина Яковенко. Виктор Томенко посетил с рабочим визитом немецкий район. Глава региона осмотрел производственные и социальные объекты, пообщался с местными жителями и представителями органов власти. Тот муниципалитет на карте Алтайского края, который заслуживает отдельного особого внимания, отдельного особого разговора о своем вкладе и в экономику, и в социальную сферу, и в дело развития, укрепления развития культуры нашей, формирования традиций, передачи их из поколения в поколение. С губернатором поделились результатами проделанной за последний год работы. Она отметила, глава муниципалитета направлена на то, чтобы люди оставались на селе. Так, например, при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 2 километра центральных теплосетей, заменили 11 котлов. В районе пробурили 6 новых скважин, обновили несколько участков дорог, в том числе 4,5 километра на подъезде к селу Дегтярка. Благодаря местным сельхозтоваропроизводителям и поддержке краевых властей, ремонтируют и соцобъекты. В 2023 году район участвовал всего в 4 проектах поддержки местных инициатив. Для себя, я хоть и не экономист, но понимаю, что в район привлекли, ну, грубо 5 миллионов рублей. В этом году мы зашли с 13 проектами, 11 победило. Значит, мы в район привлекаем уже 15 миллионов, условно говоря, рублей. Плюс осуществляем свою долю софинансирования. Виктор Томенко заявил, нужно продолжать системную работу в приоритете ремонт, строительство детских садов и школ, развитие транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса. Губернатор подчеркнул, в прошлом году выделено более 600 миллионов рублей на участие немецкого района в госпрограммах. Будем продолжать наши программы реализовывать, а новые национальные проекты, которые сейчас будут разрабатываться в окончательном виде и утверждаться, о которых президент в своем послании сказал, я думаю, что они будут формироваться с учетом позиций регионов. А позиция регионов – это есть, по сути дела, совокупность позиций наших муниципалитетов, их проблем, чаяний вопросов и так далее. И поэтому такие рабочие наши контакты, они очень важны. Губернатор подчеркнул, значимость местного мясокомбината в обеспечении продуктами питания жителей района и края. Он посетил его во время рабочего визита. Виктор Томенко отметил, качество и востребованность продукции позволяют предприятию развиваться. За последние 10 лет мясокомбинат реконструировали и переоснастили, расширили ассортимент полуфабрикатов. Также губернатор Виктор Томенко поручил усилить контроль за строительством Орловской школы на 220 мест в немецком районе. Сроки сдачи социально значимого объекта сдвинулись из-за необходимости заменить импортное инженерное оборудование на отечественное и, как следствие, решить вопросы по проектной документации. Из краевого бюджета выделили дополнительно 87 миллионов рублей на эти цели. Проект откорректирован. Мы на конструктивную часть получили все заключения экспертизы. Сейчас у нас вносятся изменения в инженерные системы. С учетом возможности приобретения на сегодняшний момент на рынке, с учетом импортозамещения, то, что будет на рынке предложено по необходимым характеристикам, у нас будет оформлено. Естественно, мы пройдем еще раз подтверждение экспертным сопровождением. Губернатор Виктор Томенко посетил стройплощадку в селе Орлово, где прямо сейчас возводят новую школу. На объекте уже идет монтаж кровли основного корпуса. Поговорили с жителями района. Это еще хоть как-то можно объяснить. Все видят, что строится. Но есть формальная сторона дела. Ну и в целом, конечно, по уму, чем быстрее дети пойдут в школу уже нормальную, тем, конечно, лучше. Это же наш приоритет. Выстроить план наших действий нужно так, чтобы мы все понимали, что он оптимальный, он реальный. Ну и, конечно, усилия приложить к тому, чтобы он выполнялся. Точные сроки сдачи школы определят после того, как будут внесены изменения в проектно-сметную документацию. Губернатор поставил завершение строительства объекта на личный контроль. На сегодня, в отличие от ряда объектов, где есть проблемы, например, либо технические, либо какие-то финансовые, юридические, вот по школе Ворлова мы не видим пока никаких препятствий. Мы уверены, что объект будет завершен, достроен и получим район, соответствующий новую школу, новое учебное заведение. Подрядчик, несмотря на то, что у нас есть к нему определенная критика, большое количество объектов социальных построил в Алтайском крае, поэтому мы думаем, что здесь он не сплотнется и эту работу тоже завершит до конца. Губернатор Электротоменко встретился с участником специальной военной операции из немецкого района. Андрей – боец мотострелковых войск. На линии фронта уже полтора года. Его супруга Марьям с первых дней отправилась вслед за мужем. Слышал про вашу семью, поэтому, учитывая, что в отпуске очень хотел познакомиться, и мы приехали еще в немецкий национальный район. Глава региона узнал у супругов, доходит ли гуманитарная помощь из Алтайского края до бойцов. Андрей и Марьям подтвердили, что да. Приходят посылки, в том числе, с их малой родиной немецкого национального района. Здесь мощное волонтерское движение. Даже местные там жители, мы когда гуманитарную помощь тоже им стараемся как-то помочь, раздаем они, ой, алтайцы молодцы, всегда прям хвалят, потому что чаще всего получается, что это алтайцы. Виктор Томенко поблагодарил Андрея за его службу на благо Родины. Он заявил, весь Алтайский край поддерживает наших бойцов. Мышленность работает, я вам скажу, в Алтайском крае она тоже, оборона работает. Раскрутили обороты и еще накручивают. Помощь и понимание дома, что вы там делаете, зачем вы там, как сложно и так далее, что же есть. Значит, ну, тем, кому требуется сегодня помощь, сравнение, есть, конечно, ребята. Все помогаем. Пока военные, по военной части медицину подключаем нашу, эту самую, такую уже гражданскую. Так что тут можете понимать, что мы здесь четко, все общество собралось. И продолжаем выпуск. 95 сообщений о подтоплении местности поступило за 20 марта в Единодиспетчерские службы муниципальных образований края. Об этом сообщает Пресс-служба регионального МЧС. Все заявки отработаны. До сих пор есть локальные подтопления придомовых территорий в низменных участках в Бийске, Рубцовске, Камнинаоби, Советском и Шипуновском районах. Сейчас в крае обследуют гидротехнические сооружения в 15 районах, наиболее подтверженных риску наводнения. Продолжается строительство четырех защитных дамб в Краснощоковском районе. Приступили к берегоукреплению и регулированию русел рек в Бийском и Советском районах. Обстановку контролируют 49 гидрологических постов. 24 алтайских педагога приняли участие в конкурсе «Учитель года Алтая-2024». На протяжении нескольких дней они проводят открытые уроки и соревнуются в разных номинациях. На этой неделе Барнаульская гимназия номер 42 собрала у себя учителей из разных уголков Алтайского края. Конкурс «Учитель года» объединил их в борьбе за звание лучших. Педагоги организуют так называемые разговоры о важном и проводят открытые уроки. Так Татьяна Заяц преподает русский язык первоклассникам. Тема — слова, называющие признаки предметов. Вхождение в урок у нас было через рисунок. То есть мы описывали слова-предметы, которые изображены на рисунке, и давали им характеристику, какие это предметы. То есть дети я рисовала, дети словесно описывали эту картину, и у нас всё получилось. Кроме рисунков у Татьяны есть и свои секреты. Один из них — волшебные очки. Как говорят дети, они помогают увидеть в своих одноклассниках новые неожиданные качества. Я увидела в своей однокласснице, с которой я уже давно дружу, то, что я никогда не увидела, что она была очень умной. В конкурсе участвуют 24 педагога. Это учителя начальных классов и профильных предметов, математики, русского и английского языков. Каждого оценивают жюри. Проверяют глубину знания предмета и творческий подход. К слову, некоторые из судей — вчерашние конкурсанты. Ирина Сачкова в прошлом году вошла в тройку лучших. Сегодня оценивает учителей сама. Это очень волнительно. И когда выступают конкурсанты, конечно же, я смотрю, как бы я повела себя в этой ситуации, как бы я преподнесла эту тему. И для меня очень это волнительно. И всё идёт очень гладко. Очень достойно представляют свои уроки, разговоры о важных конкурсантах. Но я понимаю, какой труд, сколько эмоций стоит за этим. Уроки проходят на протяжении всего дня. С 8 утра до 5 вечера. Отдыхать некогда. Впереди ещё несколько испытаний. Это мастер-класс и вопрос учителю года. Кто станет победителем в этот раз, станет известно 22 марта. Дарья Эндерс, Сергей Балуев. Новости. 25 марта. День работника культуры. Сегодня прошла итоговая коллегия Минкульта. Там поговорили о показателях и событиях 2023-го. И определили векторы развития на нынешний год. Мне очень приятно ответить, например, что за прошлый год 70 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет записались к нам в библиотеки Алтайского края. Показатель, показатель. А всего, например, 38% жителей Алтайского края являются читателями библиотек. Или, например, театральные концертные учреждения наших, которых не так много. У нас всего таких учреждений в крае 13, но это наш авангард. Только театры сделали за последний год 42 новых постановки. Представляете, 42 новых спектакли. В театре «Кукол сказка» собрались около 200 сотрудников отрасли. Наградили лучших работников и представителей лучших учреждений культуры. Среди них Артем Казаков, артист Краевого театра драмы. В труппе театра молодой человек с 2020 года. В 2023-м он получил свою первую главную роль в спектакле «Облако рай». Кроме того, был в шорт-листе номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свой образ в спектакле «Дело Кричинского» в зрительской премии «Звезда театра». Попал в тройку лучших наряду с артистами театра Вахтангова. Очень дорожу ролью шута в спектакле «Король лир». Здесь, конечно, больше свободы и чисто по-актерски веселее и как-то свободнее могу себя чувствовать. Старшие товарищи, Георгий Тихонович Обухов, мой непосредственно партнер по сцене. Мы с ним каждый выход. Темочка, мы выходим? Да, Георгий Тихонович, мы идем. Все, играй хорошо. Хорошо, Георгий Тихонович. Кстати, всего в сфере более 9 тысяч штатных сотрудников. Есть и пополнение. В 2023-м прибыло 134 молодых специалиста, что на 15 больше, чем в предыдущем. Подводили предварительные итоги реализации нацпроекта «Культура». Этап начался с 2019-го и закончится в 2024-м. За 5 лет охвачено 60 объектов в 32 населенных пунктах. 13 объектов, а это 22% в 2023-м. И в конце выпуска о спорте. 27 медалей чемпионата и первенства Сибири выиграли алтайские каратисты. Областные соревнования прошли в Междуреченске и Кемеровской области. В турнире приняли участие 537 спортсменов из республики Хакасия, Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Среди бойцов были победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. На первенстве Сибири сборная нашего региона завоевала 25 наград. 8 золотых, 3 серебряных и 14 бронзовых. В чемпионате Сибирского федерального округа среди взрослых спортсменов Екатерина Фурсова стала серебряной медалисткой. Андрей Затков занял третье место. К этому сейчас у меня пока все. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. Ну а мы увидимся уже в 20.30 в прямом эфире на Катунь-24.